Всем здравствуйте, я Владимир Тишевский, это канал VAUTIH News Tech. И сегодня четвертый день использования Nexus 7 второго поколения. Я думаю, что за эти четыре дня я успел многое узнать об этом аппарате и хочу немножечко поделиться своими впечатлениями. Первое, что я хотел бы сказать, что я себе даже заметочки такие сделал, по батарее я провел четыре дня с аппаратом, все четыре дня я его заряжал утром или даже вот вчера я его на вечер зарядил и у меня на сейчас осталось 57% заряда. Ну, хочу сказать, что использую я его в основном в помещении, то есть не часто я его использую вне помещения, точнее вне помещения я использую его за прослушивание музыки или же за игрой, то есть или даже параллельно, то есть и играю и прослушиваю музыку, то есть это делаю я в общественном транспорте, пока я еду. Дома он у меня все время подключен к Wi-Fi, если он вот так вот лежит без использования, то в принципе батарея немножечко разряжается, то есть приблизительно в час на парочку процентов, то есть 3-4% за час он разряжается при постоянном подключении к Wi-Fi, несмотря на то, что я множество сервисов, которые предлагают приложения, к примеру, автообновление устройства, убираю, то есть для того, чтобы максимально экономить заряд батареи. Экран я использую на автоматическом режиме в основном, ну, сейчас у меня находится, да, на автомате, то есть экран я использую в автоматическом режиме. Так, теперь дальше. Что касается самого процессора. Вообще, как стало известно, что здесь процессор не S4 Pro, а упрощенная версия Snapdragon S600, или без аббревиатуры S600. То есть получается так, что это тот же самый Snapdragon S600, только урезанная версия, потому что Snapdragon S600 идет по 1,9 ГГц, если я не ошибаюсь, то здесь по 1,5 ГГц. И что я хочу заметить, то, что в обычном использовании, вот там веб-браузинг, какие-то заметочки, процессов вообще не греется практически. То есть очень, ну, круто. Ну, как только я запускаю любую игру, не имеет значения мощность игры, даже безобидные вот эти вот приложения, говорящие животные, процессор начинает нагреваться с определенным интенсивом. Если я, к примеру, запускаю уже более мощную игру, там, типа Asphalt 7, там, или Real Racing, или какую-нибудь стратегию, вот сейчас я просто смотрю на те приложения, которые у меня есть, вот эта верхняя часть в области камеры просто невероятно нагревается. Ну, в сравнении я могу сказать, что нагрев приблизительно равен HTC One. То есть я вот использовал немножечко HTC One, то есть, ну, там буквально день, да, у меня совсем немного было времени его поюзать, то вот очень греется. То есть кто там говорит, что не греется, просто эти люди наверняка просто или не использовали игры, или же они не в курсе. То есть я вот посмотрел целый ряд видеообзоров на тему Nexus 7, все-таки же как бы интересно, как другие делают видеообзоры, и да, это действительно так, он греется. Теперь, что еще? Так, удобство просмотра по веб-браузингу. Конечно, могу сказать, что вертикальное использование планшета, ну, разве что рационально в социальных сетях, таких как Facebook, ВКонтакте и Instagram. То есть очень удобно использовать его вертикально. Горизонтально неудобно. Плюс ко всему вертикально удобно печатать текст, горизонтально неудобно печатать текст. Но что касается самого веб-браузинга, очень удобно его использовать все-таки горизонтально, и, ну, это действительно удобно. Ну и плюс ко всему, я подписан на определенный ряд каналов на YouTube, и для просмотра, к примеру, контента с YouTube, очень удобно смотреть все-таки в горизонтальном положении. Хотя я все-таки через планшет не смотрю контент, я смотрю через свой компьютер, то есть это мне значительно удобнее, интереснее. То есть, ну, как бы, 7 дюймов экран и 27, то есть, ну, логично, да? То есть кино я, конечно, на нем не смотрю, и когда я в поездках где-то, то я тоже, в принципе, ну, не смотрю кино. И последнее, что я хотел бы вам сказать, иногда подлагивает приложение. Вот, что касается подлагивания приложений, что я имею в виду, ну, к примеру, тот же самый Instagram не всегда подгружается, Facebook не всегда подгружаются, картинки, где-то вот, ну, иногда бывает, но вот мне кажется, именно приложение связано, типа, как социальные сети, там, вот, Google Диск иногда бывает так, что немножечко долго идет прогрузка. То есть, ну, мне кажется, что это, конечно, не связано с самим планшетом, то есть это, возможно, даже и не связано с операционной системой, это связано, скорее всего, с самими программами, приложениями, то есть разработчиками, которые их разработали, и, возможно, непосредственно с серверами, которые идут, синхронизация данных с этими приложениями. То есть это вот то, что я, в принципе, заметил. Кстати, по прослушиванию музыки очень прикольно, круто слушать музыку. Ну, в принципе, удобно. Там положил в сумку, у меня такая через плечо, на плечо я сумку вешаю, так раз, планшетик себе в сумочку положил, и оттуда во уши торчат, ну, точнее, провод, и очень, действительно, очень удобно. Ну, и, в принципе, все. Все, что я хотел вам сказать. Ну, наверное, пятый день будет все-таки больше вывод и итог по использованию планшета и насколько я доволен или недоволен этим планшетом. Хотя, в принципе, наверное, я уже за все 4 дня практически все рассказал об этом планшете. Так что, не забудьте подписаться на канал VAUTIGE NEWS TEK, также оставляйте ваши комментарии, вопросы. Всем пока, до скорой встречи, в следующих видео.